Сегодня это, что мы видим здесь, это преобраз духовной жатвы. Было время, когда мы сеяли семена, правда? И прошло время, почему Иисус сказал, что четыре месяца от сеяния плодов до собрания жатвы проходит четыре месяца. И мы собрали плоды. У нас будет пища на целую зиму, правда? Никто не будет голодать. Я думаю, что Господь позаботился. Но сегодня есть духовный голод. И я хочу обратиться к тем людям, которые пришли в наше служение. Может быть, вы первый раз пришли. Вам не все понятно. Но я думаю, что сегодня было слово от Господа, которое понятно для каждого человека. И если ты своим сердцем, своей внутренностью слышал Божье Слово, оно было для тебя. Потому что Иисус Христос, когда ходил по земле, Слово Божье повествует нам короткий отрывок, буквально три-четыре стиха, прочитаем, которые говорят нам о последнем времени, о последней жатве. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Это один стих, и немножко еще несколько стихов прочитаю. Смотрите, задача Иисуса заключалась в том, что Он был посланник с неба. Правда? Писание так повествует, что Он сошел с небес для того, чтобы ходить по земле и проповедовать людям Царствие Божье, исцелять всякую немощь и давать людям свободу от всякой болезни, от всякой зависимости. Это было посланничество Божьего Сына. И дальше, 36 стих 9 главы Иоанна Матфея, говорит нам следующие слова. «Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда, — говорит ученикам своим, — жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Еще немного, 4 месяца, как говорил Иисус, и придет время собирания плодов, собирания духовной жатвы. Мы не знаем, когда это случится и когда это произойдет, но твердо знаем одно, что жатва человеческих душ, она будет пожата. Поэтому, дорогой друг, брат и сестра, послушай, где будешь ты проводить вечность? Где буду я проводить вечность? Я знаю. Поэтому хочу прочитать еще несколько стихов из книги Откровения, которые говорят нам о том, что Бог пошлет ангелов своих, которые придут серпом, чтобы пожать свою жатву. И послушай, сегодня это слово, оно обращено к каждому человеку. Нам нужно внутри своего сердца помыслить и подумать. Это пример для нас. У нас прошло короткое время, мы посели урожай и его собрали. Пройдет еще немного времени, и Бог соберет свой урожай. Я уже не буду говорить, брат Володя, я тоже приготовил проповедь на 4 главу Иоанна Иоанна. Но когда Иисус ходил, знаете, нужно ему было проходить, он пошел, вела дорога через Самарию, он пошел туда, и он утрудился, устал, много ходил. И здесь мы видим, что ходил Иисус по всем городам и селениям, и что-то делал, правда? Не огороды копал. Он сеял духовные семена Божьего Слова. И это очень важно, это может быть важнее за эту пищу, потому что, когда ученики пошли, чтобы купить пищу, и они пришли, и они увидели, что Иисус там сидит и разговаривает с женщиной, они говорят ему, Рави, ешь. Принесли пищу, может быть, каких-то деликатесов купили, не написано, что они купили, но они предложили ему эту пищу. А что сказал им Иисус? Моя пища другая. Моя пища духовная, и моя пища сеять Слово Божье. Один грешник покаялся, или одна грешница получила спасение. И через нее весь город пришел в движение. Люди пошли толпой к Иисусу. Они услышали, что есть Тот, Который может изменить человеческую боль на радость, Который может исцелить человека, освободить его, дать ему надежду и уверенность. Друзья, может быть, сегодня некоторые здесь сидят, и вы устали от житейских каких-то сложностей, от каких-то переживаний, трудностей или болезней. Послушайте, мы прочитали, что Иисус жалился над людьми, что они были изнурены, что они были ослаблены, что они были больные, и Он исцелил их. Он послал им победу, Он послал им свободу. Поэтому придет время, когда Божий серб будет пущен на землю, и земля будет пожата, жатва на земле будет собрана. Послушай, необходимо быть каждому из нас в этой Божьей житнице, на небесах, в том царстве, которое Он приготовил для любящих Его. И несколько стихов прочитаю из книги Откровения, которые говорят, то, что видел Иоанн, что Бог показал ему, как это будет происходить. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серб. Это не сказка, друзья, это не какая-то быль, это реальность, это реальность, потому что любящий Бог, который сотворил человека по своему образу и по своему подобию, послал своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы спасти людей. Он пришел, чтобы спасти погибшие, Он пришел, чтобы дать надежду и будущность тем, которые потеряли всякую радость и всякую надежду. И поэтому Слово Божие говорит, что и вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, пусти серб твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. Слава Богу! Мы живем в последнее время, мы живем во время жатвы всех жатв, и мы глубоко верим, что Божье Слово, оно будет исполнено. И жатва людских душ будет пожата. Поэтому сегодня звучит Божье Слово, сегодня звучит Божий призыв, придите ко мне все, и я успокою вас. И только те, которые услышат этот голос и откроют свое сердце, они войдут в жатву Господина жатв, и они будут вместе с Ним царствовать на небесах. Когда люди собирают этот физический урожай, они не оставляют его там на полях, чтобы дождь и снег, чтобы мороз его там портил, они собирают его в хранилище, они прячут его от непогоды, и поэтому человеческие души, которые ищут Иисуса, которые ищут спасения, они будут сохранены там на небесах, они будут в том вечном хранилище Божьего царства, где не будет плач и скорбей, где не будет переживаний и горя. И поверх сидящей на облаке серб свой на землю, и земля была пожата. Пусть Бог сегодня напомнит каждому из нас, что время жатвы приближается, и оно очень коротко. Жатва это такое, знаете, быстрое время, ее нужно очень быстро убрать, пшеницу, ячмень, овощи, фрукты, их нужно быстро убрать и переработать. Правда? Бог хочет, чтобы каждый из нас был в его царстве. Поэтому, если ты сидишь на этом служении, ты сегодня слышал слово, ты сегодня слышал это пение, в котором проставлялось имя нашего Спасителя, и, может быть, ты неоднократно мыслил и думал, а что мне нужно сделать, чтобы быть спасенным? А что мне нужно сделать, чтобы быть прощенным? А что мне нужно сделать, чтобы быть освобожденным? Нужно одно, призвать Господина жатвы в свое сердце, помолиться ему и признать его за своего Спасителя. Поэтому я приглашаю к молитве. Я хочу, чтобы мы все вместе помолились, а если есть сегодня те люди, которые нуждаются в Божьем спасении, независимо сколько тебе лет, сколько раз ты был в служении. Послушайте, Самарянка один раз услышала слово Евангелия о том, что ей необходимо покаяться и изменить свою жизнь. И она получила спасение. И потом пошла и рассказала всему городу, что я нашла Мессию, то есть Христа Спасителя. И люди потекли толпой. Поэтому, если ты сидишь сегодня в этом служении, и твоя жизнь пришла к какому-то тупику, ты не видишь дальше выхода, послушай, выход есть, это Иисус. Прими его в свое сердце, и он даст тебе мир, покой и радость. Твоя жизнь изменится, ты будешь участником Божьей жатвы, и ты будешь жить на небесах, чудном и вечном городе, где плача не будет, скорбей не будет, где будет вечная радость. Давайте мы помолимся, если твое сердце открыто для того, чтобы принять Иисуса, ты можешь выйти сюда наперед и рассказать ему в коротких словах, что ты хочешь получить от него прощение, спасение и жизнь вечную. И он протянет к тебе свою руку, и он простит тебя и даст тебе твердую надежду и уверенность.